Здравствуйте! Мы точно знаем, как можно использовать тот или иной предмет, если знаем, из какого вещества он состоит. Свойство предмета зависит от свойств составляющих его веществ. Любое вещество имеет определенные физические и химические свойства. От чего же зависит свойство самого вещества? Конечно же, от того, из чего состоит это вещество. Химия – это наука о веществах, их строении, свойствах и превращении в другие вещества. Тема нашего учебного занятия – атом, молекула, простые и сложные вещества, относительная атомная и молекулярная масса. Люди давно догадывались о том, что вещества состоят из отдельных мельчайших частиц. Их называют атомами. Атом – это мельчайшая, химически неделимая частица вещества. Атомы и молекулы чрезвычайно малы. В любом крошечном кусочке вещества, который мы в состоянии разглядеть, содержится больше атомов, чем звезд во всей нашей галактике. Осознать значение размера атома очень сложно. Например, радиус атома углерода равен 1,5 на 10 в минус десятой степени метра. Возьмите карандаш. Графит – это углерод. Проведите отрезок прямой линии длиной 3 сантиметра. Как вы думаете, сколько атомов углерода содержится в проведенной вами линии? Полученная линия содержит 100 миллионов атомов углерода в длину и около 1 миллиона в ширину. Масса самого маленького атома водорода равна 1,66 на 10 в минус 27 степени килограмм. А масса самого тяжелого атома из существующих на Земле элементов урана почти в 237 раз больше атома водорода. Пользоваться такими маленькими величинами массы атомов при расчетах очень неудобно. Поэтому химики еще в 19 веке ввели новую единицу для выражения массы атомов – относительную атомную массу. В настоящее время масса атомов сравнивают с особым эталоном – 1,12 части массы атома углерода. Она получила название атомная единица массы, а ее международное обозначение – 1 юнит. Относительно атомная масса – это физическая величина, которая показывает во сколько раз масса атома данного химического элемента больше 1,12 части массы атома углерода. Например, масса атома золота равна 327 на 10 минус 27 степени килограмм. Поэтому относительная атомная масса его равна 197. Во Вселенной существует огромное число атомов, но их видов, которые различаются между собой, немного. Определенно вид атомов называют химическим элементом. В природе найдено более 90 химических элементов. Достижения ядерной физики позволили получить ряд элементов искусственным путем. Поэтому в настоящее время известно 118 химических элементов. Во многих случаях в природе атомы существуют как поодиночке, так и объединяются в группы – молекулы. Например, в воздухе в виде одиночных атомов содержатся благородные газы, а в связанном виде – кислород, азот, углекислый газ. Также есть молекулы, состоящие из 3-4 атомов, 8 и даже 60. Таким образом, молекулы – это наименьшая частица вещества, способная существовать самостоятельно и сохраняющие его химические свойства. Вещества, состоящие из молекул, относятся к веществам молекулярного строения. Также атомы, связываясь между собой, могут образовывать вещества, представляющие собой кристаллы, построенные не из молекул, а из атомов. Такие вещества называют веществами немолекулярного строения. Если вещество состоит из атомов одного химического элемента, то его называют простым веществом. Они, в свою очередь, делятся на металлы и не металлы. Если вещество состоит из атомов разных химических элементов, то такое вещество называется сложным. Большинство известных науке веществ сложное. Сложные вещества, в свою очередь, делятся на неорганические и органические. Все органические вещества в своем составе содержат атомы углерода. Кроме них, чаще всего встречаются атомы водорода, кислорода, серы, азота. Органические вещества в основном молекулярного строения. А теперь давайте проверим свои знания об атоме и молекуле. Для этого проставьте метки в тех клетках, где вы считаете находится правильное утверждение. А теперь проверим себя. Если у вас все верно, вы большие молодцы. Любое вещество обладает определенным качественным и количественным составом, который выражается с химических формул. Химическая формула – это условная запись состава вещества с помощью химических символов и индексов. Порядок записи символов химических элементов не случайен. Он показывает принадлежность веществ к определенному классу соединений. Формула оксидов на втором месте содержит кислород. Кислоты мы узнаем по написанию на первом месте символа водорода. В формуле соли вначале символ металла, затем кислотный остаток. Основание также на первом месте содержит символ металла, а потом группа OH. А теперь давайте выполним следующее задание. Из предложенных веществ выберите простые и сложные. Простые распределите на металлы и не металлы. Сложные разделите на оксиды, кислоты, основания и соль. Проверим себя. Если вы все выполнили верно, вы снова большие молодцы. Химические формулы веществ молекулярного строения называют молекулярными. Они показывают качественный и количественный состав. Запись HNO3 показывает качественный состав атома водорода, кислорода и азота. Количественный состав 1 атом водорода, 1 атом азота и 3 атома кислорода. Молекулы могут состоять из очень большого числа атомов. Обратите внимание на формулу молекулы хлорофилла. Химическая формула сложного вещества немолекулярного строения выражается с помощью простейших формул, которые показывают наименьшее соотношение чисел атомов разных химических элементов в этом веществе. Например, простейшая формула мела кальций-СО3. Группа атомов, которая соответствует простейшей формуле данного вещества, называется формульная единица. Обратите внимание, при записи натрий-хлор мы не можем прочесть молекулы хлорида натрия. Правильно, формульная единица хлорида натрия. Для составления химических формул давайте вспомним понятие валентность. Это численная характеристика способности атомов данного элемента соединяться с другими атомами. В левой части экрана вы видите элементы с постоянной и переменной валентностью. А теперь вспомним алгоритм составления химической формулы по валентности. Первое. Запишем символы химических элементов и их валентности. Далее найдем наименьшее общее кратное валентности обоих элементов. Разделим наименьшее общее кратное на валентность каждого элемента и запишем индексы возле знаков химических элементов. Помним, что индекс 1 не пишут. Вещества молекулярного строения характеризуются величиной относительно молекулярной массы, которая обозначается символом МР. Относительная молекулярная масса это физическая величина, которая показывает во сколько раз масса одной молекулы больше одной двенадцатой части массы атома углерода. Например, масса молекулы глюкозы равна 298,8 на 10 минус 27 степени килограмм. Поэтому относительная молекулярная масса глюкозы равна 180. Масса любой молекулы равна сумме масс, образующих ее атомов. Если при расчете массы молекулы используются относительно атомные массы, то при их сложении получается относительная молекулярная масса. Так расчет относительно молекулярной массы значительно упрощается. Вещества немолекулярного строения характеризуются также величиной подобной относительно молекулярной массы, которая называется относительная формульная масса. Она обозначается и рассчитывается как относительная молекулярная масса. Давайте рассчитаем относительную формульную массу, сульфата железа 3. Если все расчеты верны, то у вас получается 400. Сегодня мы с вами повторили основные понятия химии. Атом это мельчайшая химически неделимая частица вещества. Молекула это наименьшая частица вещества, способная существовать самостоятельно и сохраняющие его химические свойства. Химический элемент это определенный вид атомов. Простое вещество это вещество, которое состоит из атомов одного химического элемента, а сложное из атомов разных химических элементов. Химическая формула это условная запись состава вещества с помощью химических символов и индексов. Валентность, численная характеристика способности атомов данного элемента соединятся с другими атомами. Относительно атомная масса, физическая величина, которая показывает во сколько раз масса атома данного химического элемента больше 1 двенадцатой части массы атома углерода. Относительно молекулярная масса, это физическая величина, которая показывает во сколько раз масса одной молекулы больше 1 двенадцатой части массы атома углерода. На этом наше учебное занятие закончено. Обратите внимание на то, что необходимо выполнить тестовое задание модуля. Всего вам доброго!